так ну для начала хотел похвастаться я тут зарегистрировался на одном японском сайте называется амеба название страны но тем не менее говорят это самая популярная сеть в японии совсем непонятно что написано но я так на ощупь регистрировался ну и вроде удалось и как можете видеть это я так понимаю какие-то топ участники самой популярной личности здесь в япония ну и мне удалось попасть в топ наверх ведь вот эти шесть каких-то избранных людей непонятно что значит мвб может быть на японский лад этом мвп тут ведь 1234 то есть это местам мвб это видимо еще лучше еще какой-то непонятно лысый мужик так что потихонечку будем завоевывать еще и японию только бы язык выучить а то совсем ничего не понятно одно дело когда там всякие испанские итальянские французские все равно понятно что написано потому что латинские буквы но когда иероглифы как их запомнить как их выучить это огромная загадка ладно мы переходим к российскому фигурному катанию у нас завтра начинается первый этап кубка россии ну тут у нас сразу две новости первая обычная которая связана с очередным позором федерации по крайней мере тех кто занимается сайтом fsrussia.ru потому что снова нету прямой ссылки на само соревнование и нету списка участников и главное снова есть новость кто не будет участвовать не будет участвовать медведева самарин и тарасов с морозом а кто будет участвовать то то есть снова вот эта бездарность где активная ссылка на соревнования с полным списком участников почему мы должны гадать кто участвовать на кубке россии ну что ж вы бестолочьи такие ничего вам нельзя доверить ничего не можете сделать просто позорище за что им зарплату вообще платят тем кто занимается этим сайтом это новостной портал что ли у вас если вы позиционируете этот сайт как сайт федерации значит и делайте все как нужно опозорились в очередной раз самим не надоело ладно вторая новость это то что первый канал теперь у нас показывает все кубки россии я тут искал трансляции на студии 38 мейнстриме и нигде ничего не обнаружил а оказывается трансляции у нас будут на сайте первого канала до этого показывали они лишь финал кубка россии теперь будут показывать все этапы ну на самом деле молодцы давно пора ну пускай тогда полностью освещают пускай жеребьевка показывается пятое десятое но самое главное чтобы на чемпионате россии жеребьевка показывалась в первый раз хотя бы то есть нету мозгов у них додуматься то есть понимаете они же сами на этом теряют но покажите вы жеребьевку там будет не меньше зрителей не меньше трафика придет чем на сами соревнования при этом от вас вообще ничего не требуется просто камеру поставить с человеком который будет ее крутить туда-сюда ну или две камеры тогда вообще будет хорошо чтобы разные ракурсы были и это при том что тренировки они показывают сколько мы тренировок видели то есть показать тренировки что еще сложнее им проблемы нет а показать жеребьевку который еще больше трафика принесет у них мозгов не хватает но будем надеяться в этом году хотя бы на чемпионате россии кто-нибудь из этих без случая додумается до этого потому что в противном случае на это просто позорище там всех увольнять нужно нельзя быть такими непрофессиональными бездарностями нельзя так вот расписание у вас на экране ссылка на сайт первого канала именно с трансляции этого турнира также будет в описании и там у каждой трансляции есть время так что даже расписание не обязательно сохранять потому что зашли на сайт первого канала и все увидели поэтому в этом плане все здорово осталось нам дождаться какое будет качество съемки освещение какое будет и это кстати не всегда зависит от операторов есть такие катки с таким освещением что какая камера бы у тебя не было а качество все равно будет говняно поэтому этот момент тоже нужно учитывать так что к сожалению позор тем кто следит за сайтом федерации они в очередной раз не предоставляют список участников то есть как будто бы нарочно специально все делают через жопу завтра соревнования они ничего еще не сделали ни участников мы не знаем никого и главное самое идиотское полный идиотизм то есть они делают новости о том кто не будет участвовать как будто бы мы знаем кто участвует гениально просто такой же позор был с контрольными прокатами ну что вы делаете реально просто зла не хватает просто кошмар и ужас ну Продолжение следует...